Здравствуйте! В эфире телеканала Алматы и новости в студии Диас Махамбетов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алматы задержали очередного мародера. В управлении полиции Ауэзовского района заявили, что 41-летний гражданин принимал участие в ограблении крупного строительного супермаркета. Подозреваемый признал свою вину. При обыске его машины правоохранители обнаружили похищенные строительные материалы и инструменты. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Злоумышленник арестован. Ведется следствие. Бандиты похитили служебную собаку во время беспорядка в Алматы. Полицейские рассказали, как все было. По их словам, погромщики ударили военнослужащего национальной гвардии и отобрали у него собаку по кличке Найтс. Мужчину задержали спустя две недели в Алматинской области. Все это время овчарка была на привязи и охраняла территорию. После долгожданной встречи солдат-кинолог рассказал, что в паре с Найтсом служит около года. Четвероногий боец, по его словам, умный и дисциплинированный. При обыске была изъята служебная собака военской части за номером 5571 Уттурлан, которую во время беспорядков забрал у военнослужащего. В данное время проводится досвиденное расследование. Еминские беспилотники напали на Объединенные Арабские Эмираты и подорвали три нефтяных танкера. Сообщается, трех погибших. Это два гражданина Индии и один гражданин Пакистана. Еще шестеро получили ранения. Небольшой пожар начался и на территории международного аэропорта в Абудабе. По данным полиции ОАЭ, серьезных повреждений инфраструктуры в результате взрывов нет. По информации местных телеканалов, Йеменская армия, проиранского движения «Ансар Аллах» и Народные комитеты использовали до 20 беспилотников и 10 баллистических ракет. В центре Абудабе продолжаются боевые действия. Над городом видны клубы дыма. Больше тысяч алматинцев заразились хроновирусом за сутки. Эпидситуация в городе, как и во всей стране, остается напряженной. В связи с распространением омикрона в Казахстане наблюдается резкая вспышка заболеваемости. За месяц показатели выросли почти в 20 раз. Только за минувшие сутки инфекцию подхватили больше 9 тысяч казахстанцев. Наибольшее количество человек с ковидом обнаружены в столице Алматы и Карагандинской области. В красной зоне находятся практически все города и регионы. Низкие темпы вакцинации наблюдаются в столице Алматы и Карагандинской области. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гениян. Глава ведомства подчеркнула, что на ревакцинацию меньше всех идут жители все той же столицы, а также Атраусской и Туркестанской областей. Согласно данным, повторную иммунизацию в первом полугодии должны получить около 8 миллионов казахстанцев. Для этих целей Минздрав планирует дополнительно закупить вакцины Казвак, Синофарм и Файзер. На сегодня первый компонент вакцины получили больше 9,5 миллиона человек. Охват подлежащего населения составил почти 80%. Иммунизацию необходимо продолжить. Несмотря на рост заболеваемости, летальность среди ковидных пациентов снизилась в два раза. По информации главы Минздрава, за последний месяц возросло количество пациентов, которые обращаются за лечением в стационары. Сейчас около 80% заболевших лечатся на амбулаторном уровне. Суточный объем тестирования на заболеваемость увеличился в три раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки. Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта омикрон. Граждан, хранящих незаконное оружие и боеприпасы в Алматы, будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщили в городском департаменте полиции. При этом, в случае добровольной сдачи огнестрела в ближайший пункт правоохранительных органов, избежать наказания можно. Ну а в случае, если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии или боеприпасах, можно позвонить на пульт 102 или по номерам, которые вы видите на экране. В центре Алматы задержали двух вооруженных мужчин. Предполагается, что подозреваемые являются активными участниками ограблений оружейных магазинов. У них изъяли два нарезных охотничьих ружья, похищенных во время беспорядков. Сейчас полицейские проводят расследование по статье «Хищение либо вымогательство оружия». Казахстанский диджей Иманбек стал первым музыкантом из СНГ, чей ремикс на трек «Роузес» достиг миллиарда прослушиваний по всему миру. За это диджей получил награду от музыкального сервиса Spotify. На данный момент количество прослушиваний и композиций перевалило за полтора миллиарда. К слову, ежемесячная аудитория Иманбека в Spotify составляет 17 миллионов слушателей. Напомним, в марте 2021 года казахстанский музыкант получил престижную премию Грэмми. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира. Такого результата прежде из отечественных шахматистов никто не добивался. Мировое первенство проходило в Варшаве. Там 17-летняя Бибисара удостоилась первого места в Блице, став самой молодой чемпионкой мира в истории. Казахстанская спортсменка также стала серебряным призером по быстрым шахматам. В столичном аэропорту юную шахматистку с цветами и бурными овациями горячо приветствовали ее близкие и болельщики. К этому часу это пока вся информация. Все наши новости вы найдете на сайте алматы.тв и ютуб канале Алматы ТВ Ньюс. Увидимся в 17.00. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!